Приветствую вас гости и подписчики моего канала Женские Секреты. Предлагаю вашему вниманию вот такую фиалку. А зовут ее Ле Владимир. Сегодня я расскажу вам о плюсах и минусах данной фиалочки. Не пропустите, досмотрите видео до конца. А сейчас посмотрим, как звучит описание данной фиалки у селекционера. Крупные полумахровые и махровые белые звезды с синим глазком в центре. Ровная изумрудная с белым пестролистная розетка. Заявлена как стандарт. Данная фиалочка цветет у меня первый раз. Для первого раза я считаю, что это очень даже хорошо. Давайте посмотрим диаметр данной розетки. Заявлена она как стандарт, но для меня она такой аккуратный стандарт, я бы сказала. Вот, ну, максимум 22, 22, 23 розетка. То есть, розеточка довольно-таки компактная. И этим она мне очень нравится. То есть, и занимает место меньше на стеллаже. Выглядит аккуратнее. Давайте посмотрим размер цветочков. Четыре сантиметра. Пять сантиметров. Вот самый крупный, посмотрим. Тоже где-то пять, пять с половиной. То есть, у данной фиалочки еще есть потенциал раскрыться. Первое цветение, как правило, еще ни о чем не говорит. Я обычно наблюдаю за фиалкой до трех цветений. И после третьего цветения, если мне фиалочка не нравится, я ее из коллекции убираю. Какие же плюсы у данной фиалки? Я вам уже сказала. Компактная, красивая, аккуратная розеточка. Эффектные, необычные цветы с необычным окрасом. Такой глазок. Белые с глазком. И какие же для меня минусы я уже обнаружила. Во-первых, очень слабые цветоносы. Очень тоненькие, слабенькие. Цветочки, лепестки тоже очень нежные. Поэтому я думаю, что эта фиалка будет отцветать очень быстро. Почему я называю тоненькие цветоносы недостатком? Как правило, такие цветоносы опадают. Их называют опадашками. То есть они не стоят над розеткой, а падают, разваливаются по розетке. И не всегда они смотрятся аккуратно. Что портит, конечно же, внешний вид. Ну вот данная фиалка расцвела у меня недавно. А уже есть цветочки, которые необходимо удалять. Видите? То есть фиалка не такой долгожитель, как предыдущая фиалка, о которой я делала обзор. Но пока мне эта фиалка нравится. Посмотрим, что будет дальше. Как она себя покажет в дальнейшем. На этом буду заканчивать свой обзор данной фиалки. Вы смотрели фиалочку Ле Владимир. Если вам такая фиалочка понравилась, приобретайте себе в коллекцию. Смотрится она очень нарядно и красиво. До свидания. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить пальчик вверх. Спасибо. 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 Спасибо.